Всем привет, я Мэтт Уотсон из Каруау, а это новый Ауди А3, как интересно. И в этом видео я поговорю о его внешнем виде, эти формы были вдохновлены Ламборгини. Заглянем внутрь, тут тоже вдохновлялись Ламборгини. Оценим его практичность, ау, испытаем его технологии, извините, не удержался, и потыкаем авто бананом. Палок я не нашел. Но перед этим обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите на значок уведомлений, чтобы не пропустить ни одного нового видео. Начнем видео с дизайна нового А3, потому что мне есть, что вам показать. Вы, наверное, думаете, Мэтт, это ты и рак меня видеть, или у тебя банан в кармане? Ну да, у меня банан в кармане. Чтобы показать вам, что здесь нет поддельных выхлопных труб. Да, есть декоративные элементы здесь, но поддельного выхлопа нет. Ауди послушали клиентов и, видимо, журналистов, которые тыкают в поддельные выхлопы палками там и прочим. И решили обойтись без них, поэтому весь выхлоп спрятан внизу, а у нас тут вот такая картина. Однако тут есть фальшотверстие, так что полностью от налета фальши избавиться не удалось. Ладно, хватит уже чушь пороть. Одна из ключевых особенностей этого авто, то, что ему попытались придать более спортивный вид, чем у старого А3. Поэтому тут самый большой спойлер среди всех моделей А3, он вдвое больше, чем на предыдущей модели. Еще задние огни здесь приятные и выпуклые, плюсы им идут эти светодиодные эффекты, мне очень нравятся. Взглянув сбоку, мы видим главные перемены, это авто занижено, по сравнению со старым А3, ради пущей спортивности. На этой модели установлены опциональные рейлинги на крыше, из-за которых спортивный вид немного теряется, но зато с ними машина похожа на детеныша RS6. Но ключевое здесь, вот эти широкие колесные арки, вдохновленные моделью Quattro 80-х годов, и они и таки придают авто более самобытный вид. Хотя самое интересное, на мой взгляд, здесь. Только взгляните на все эти изгибы поверхностей кузовных панелей. У старого А3 бока были гладкие, тут все совсем по-другому. Видимо, вид этих кузовных панелей был вдохновлен Lamborghini Countach. Как-то необычно на машинах такого класса видеть такие сумасшедшие изгибы. Немного напоминает мне о моделях BMW работы Криса Бэнгла. Теперь переходим вперед. Литые диски на этом авто 19 дюймов, правда по стандарту поменьше, начиная с 16, и дальше больше, в зависимости от комплектации. Выштамповка на капоте. И машина длиннее предыдущих моделей, и это тоже придает спортивный вид, но главное, это большая защита от повреждений спереди, в первую очередь для пешеходов. В результате, Audi пытались опустить авто нос, как на Audi RS6, чтобы отвлечь внимание от того, что здесь значительное расстояние между передним колесом и, собственно, передом машины. Решетка теперь немного более сплюснутая, нежели раньше, но она еще и шире, что опять же придает более спортивный вид. Это европейская модель, у американки нет вот этих черных заглушек и рисунок под соты по всему периметру решетки, потому что везучим америкосам не надо прикручивать номера спереди, как нам. Вид переднего бампера будет зависеть от выбранной вами модели, начального уровня, спортивного или линейки S. Это как раз средняя, спортивная модель, поэтому тут всякие элементы дизайна и... Раньше, на старых Audi, все это место занимали поддельные воздухозаборники, но, опять же, производитель пытался избавиться от поддельных деталей. Они свели, да вот это белые фальши поменьше, вот это панельки. И использовали разные поверхности, чтобы заполнить вот эту область. Главное здесь впереди, новые фары. На всех моделях А3 специальный дизайн освещения, внутри там 15 маленьких светодиодов, и, в зависимости от выбранной модели, у них будет разный рисунок. Также у модели линейки S здесь есть воздухозаборник под капотом, так же как у А1, и он тоже фальшивый, как у А1. А что вы думаете о дизайне нового А3? Щелкните на подсказку и проголосуйте, кто выглядит лучше. Новые Audi? BMW первой серии? Mercedes A-класса? Или Volkswagen Golf? За исключением R8, это самый спортивный салон Ауди из всех. Приборная панель ощущается как бы вокруг вас, что подчеркивается вот этими воздуховодами, которые весьма похожи на те, что у Lamborghini Urus. Опять же, дизайнеры Ауди честно признавались, что вдохновлялись Lamborghini в дизайне этого авто, и я думаю, что это неплохо. И качество отделки тоже неплохое, материалы приятные. В общем и целом, есть дешевенькие вставки местами внизу, например. Но это ожидаемо, абсолютно то же самое и у конкурентов. Но все вроде крепкое. Вот взгляните, центральная консоль не поддается, как бы я ее не тряс. Конкретно, этот салон сделан как у модели S, хотя снаружи она выглядит как средняя модель Sport. И в этом салоне чудесное сидение с подголовниками, очень приятное. Мне нравится, что тут алькантара в середине с этой ромбовидной обшивкой. А еще посадка тут ниже, чем на старом А3, что добавляет ощущение спортивности. У рычага переключения передач ход достаточно небольшой. На моделях с АКПП будет небольшой селектор, прямо как у нового Volkswagen Golf, что высвобождает место здесь. И здесь неплохой дизайн центральной консоли. А вот регулятор громкости немного странный. Кнопки чувствительные касания, то есть надо крутить вот так, чтобы увеличить громкость. И в другую сторону, чтобы сделать потише. До него тяжело добраться из-за рычага переключения передач. Хотя во время езды можно пользоваться кнопкой на руле, так что это не проблема. С разъемами тут тоже порядок. У машины два USB-разъема здесь спереди. Также беспроводная подзарядка для мобильного. И достаточно места, чтобы хранить ваше устройство тут. Подстаканники здесь. Есть отсек вот здесь. Карманы в дверях большие. И бардачок. Ничего. Раньше меня всегда возмущало, что в Ауди убрали все кнопки климат-контроля на последних моделях. На Q8, A6 и прочих было как-то неудобно регулировать температуру во время езды с тачскрина. Но кнопочки вернули на этот А3. Вот видите, вот кнопки регулировки. Все сделал, одним нажатием. Это хорошо. А вот что не очень хорошо, так это шов сверху на панели. В чем смысл? Как и спереди, задние места в новом А3 тоже ниже, чем раньше. В результате места сверху вполне достаточно. По крайней мере, когда сзади только два человека. Как видите, у крышки серьезный сгиб внутрь, ради все того же спортивного вида. Но из-за этого можно легко удариться головой вот об эту часть. Особенно, если позади трое. Может быть проблема, если подвозите большое количество пассажиров. А вот сидения мне нравятся. Такие же, как и спереди, спортивные и приятные. Места для коленей тоже хватает. И в целом тут весьма неплохо. Также тут тоже есть два разъема USB. USB-C, конечно же, ведь это новенькая машина. Также есть опция климат-контроля сзади и климат-контроля на три зоны. Еще есть опция панорамный люк в крыше. Кстати, он бы не помешал сзади тускловато, поскольку задние окна не очень большие. Зато тут гляньте что. Стекла опускаются почти до самого конца. На этот кусочек мы не будем обращать внимания. Можно и так руку спокойно положить. Как будто на дворе 80-е годы. Все равно сегодня все ездят с задраенными окнами и включенным кондеем. Несмотря на более скушенную дверь багажника нового А3, объем багажника у него точно такой же, как у старой модели. Триста восемьдесят литров, что вполне нормально для авто такого размера. Так что да, практично. И гляньте, если сложить сиденья... Ну, давай. Ты сможешь. Откидываются почти параллельно. Хотя со сложенными сиденьями вместимость тут немного меньше, чем в старом А3. Думаю, дело в том, что он ниже. В новом А3 стоит самая свежая версия информационно-развлекательная система Ауди. Новее даже, чем у Q8. Управлять всем с этого экрана, 10 дюймов стандартной комплектации, это хорошо. Очень четкий, удобный в использовании и навигации. Разумеется, по стандарту поддерживается Android Auto и Apple CarPlay. А если доплатить за встроенную навигацию, то можно вводить всякое, прямо записывая. И это здорово, в леворульной машине, если вы правша. Но если вы в праворульке, придется вам побыть левшой. Как-то так. А, нет, а, нет. Не могу. А, нет. Фигня какая. Но все же можно использовать голосовые команды, если хотите. У Ауди своя система распознавания голоса, и можно сказать что-то типа «Я голодный», и авто проложит путь к ресторану. Навигатор также берет данные из Паркопедии, так что можно не только найти какой-нибудь многоэтажный платный паркинг, но и обычную неприметную парковку. Это очень хорошо, новшество для этой модели. Итак, переходим к цифровой приборной панели. По стандарту это система размером 10 дюймов. Это более продвинутые 12-дюймовые, которые всего лишь чуточку больше, на 2 дюйма. Сюрприз, да? На 10-дюймовой панели по бокам черные полосы, на которых расположены датчики температуры масла и уровня топлива. Приятно, когда экран побольше, в принципе стоит своих денег. Увы, сюда нельзя поставить карты с Apple CarPlay или Android Auto, только собственную карту от Ауди. Люди, которые любят управлять колесиком, могут приуныть, но сильно не волнуйтесь. Большинством функций можно управлять с помощью кнопок прямо на руле, так что это небольшая проблема. Расслабьтесь, все будет хорошо. Новый А3 сделан на доработанной платформе от старого, то есть это та же платформа, что и у Volkswagen Golf. Можно взять модель со спортивной подвеской. Она идет на линейке S и опускает подвеску на 50 мм для пущей спортивности и лучшей управляемости. По стандарту авто скорость чувствительный руль, то есть он легче, когда вы едите медленно, и авто проще маневрировать, и тяжелее, когда вы едите медленно, чтобы не дергаться лишний раз. Можно также взять прогрессивное рулевое, которое увеличит угол поворота при большем повороте руля. Криво выразился, ведь рулежка так и происходит. Я хотел сказать, что рулить приятно и стабильно, когда вы поворачиваете не сильно, но для резких поворотов вам не надо бешено крутить руль. Машина становится более гибкой. Также будут модели и с адаптивной подвеской, которая сделает подвеску жестче в режиме спорт и мягче в режиме комфорт. Также, переключаясь между разными режимами езды, можно будет поменять приемистость, усилие руля и тому подобное. Если вы купите А3 мощностью более чем 150 лошадей, вы получите независимую заднюю подвеску. А вот на маломощных будет торсионная задняя подвеска, которая не совсем независима и далеко не так хороша на неровной дороге. Да, поверьте, я катался на всех моделях, небольшая разница есть. Особенно, если вы малость зануда, как я. Ладно, поговорим о движках. И зацените-ка. Капот тут на газовом упоре. Ну просто премиум. Итак, из бензиновых двигателей будут литровый трехцилиндровый турбо на 110 лошадиных сил, полуторалитровый турбированный движок на 150 лошадиных сил, и вы сможете взять такой с технологии мягкого гибрида. Также будет двухлитровый турбодвигатель на 333 лошадиные силы для модели С3. Кстати, она будет полноприводная, а все остальные переднеприводными. Также есть гибридный турбодвигатель 1,4 литра для любителей экономии и возможности ехать на электродвигателе. А еще будут два дизеля, оба двухлитровые, один на 115 лошадей, другой на 150. Будет на выбор 7-ступенчатая КПП или 6-ступенчатая механика. Если вам нравятся эти А3, их можно заказать уже сейчас, и стартовая цена будет в районе 25 тысяч фунтов. Ауди сильно постарались, чтобы выжать максимум из аэродинамики этого авто. Поделюсь с вами кое-какими числами, которые, в общем-то, ничего не скажут. Коэффициент аэродинамического сопротивления этого авто 0,28. У старого А3 коэффициент сопротивления был 0,31, что не так хорошо. И для сравнения, у BMW первой серии этот же коэффициент равен 29 сотым. Так что Ауди победил, еее! Короче, добиться этого удалось с помощью нескольких вещей, таких как почти плоское днище, что помогло снизить поток воздуха под машиной. Также на многих машинах здесь воздухозаборник для охлаждения тормозов, и он увеличивает сопротивление. Вот почему здесь фальшотверстие. На этой модели тормоза охлаждает воздух из моторного отсека, что более эффективно. Еще машина умеет открывать и закрывать решетку, и открывает ее только для охлаждения двигателя, что также повышает эффективность и позволяет машине ехать с меньшим сопротивлением. И это снижает расход топлива. Этот новый А3 укомплектован целым набором вспомогательных систем. Впервые у А3 появился проекционный дисплей, да еще и цветной, что очень хорошо. И помощник вождения, который не даст вам врезаться в препятствия. Вообще в машине полно камер, радаров, сенсоров, и они уберегут вас от нежелательного движения вперед или назад и помогут держаться в потоке на шоссе. Конечно, можно заказать и продвинутый современный круиз-контроль, который не только будет держать безопасную дистанцию, но и будет подруливать, чтобы машина держалась на полосе. Продолжение следует...